здравствуйте дамы и господа меня зовут станислав вы на канале с филином сегодня сегодня с нами богдан богдан у него канал в ю тубе многие которые подписаны на меня его вы знаете он уже кстати давно в ю тубе вот у него канал называется блогер bn live правильно в этот раз да отлично то то я раньше ошибался блогер bn live и он является тракером в канаде тракером который по факту в канаде вот и он сейчас в отаве как раз вот на всех этих митингах и он вам расскажет сегодня что конкретно там происходит богдан приветствую тебя на канале приветствую тебя станислав ну что всех зрителей извините перебил тут небольшая задержка и так богдан пожалуйста скажи с чего все это началось чего начался протест чего начался конвой да 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 ну протесты в принципе в канаде были уже довольно давно многочисленные и протесты смотри когда например врачей медработников пытались привлечь к новой вот этой вот модной процедуре они протестовали я также ходил на эти протесты в монреаль люди участвовали люди единственное что просили чтобы отцепились от них сейчас я с вами нахожусь я вернее нахожусь а вы со мной находимся на протесте в оттаве дальнобойщиков протест был спонтанный насколько я знаю просто люди из ванкувера ты станислав прекрасно знаешь где находится этот город это на самом западном берегу канады большой город люди решили ехать в оттаву дальнобойщики для того чтобы протестовать в соцсетях в данном случае очень сильно помог помог тик ток китайский тик ток потому что там никто ничего не мог запретить и ванкуверские дальнобойщики сообщили о том что они едут назвали это конвой свободы что они едут протестовать и приглашают всех кто хочет поддержать участвовать в этом протесте и вот по мере их продвижения конвой рос присоединились тракеры в общем-то сколько я знаю со всех со всей канады из эдмонтона из калгери из винипега как я уже сказал ванкувер я из манреаля приехал из торонто из квибек сити отовсюду по разным оценкам это довольно сложно сказать я могу единственно сказать траков очень много но по разным оценкам кто-то говорит 50 тысяч кто-то говорит 70 но их очень много я нахожусь сейчас я даже могу развернуть камеру я нахожусь сейчас в самом центре вот эта улица центральная улица называется виллингтон стрит которая непосредственно на которой находится парламент вот там правее от меня это уже парламент то есть тут где-то две минуты ходьбы от парламента а я нахожусь вот это здание передо мной это supreme court of canada так как верховный суд канады вот и вот здесь я нахожусь уже четвертый день рассказываю по во всех подробностях что и как здесь происходит делаю по 4 примерно по 4 стрима ежедневно вот так что освещаю события так сейчас мне тут на меня тут отвлекают пишут жена тут пишет я надеюсь это не влияет на на нашу с тобой запись нет нет не влияет нет ну слава богу так ты уже вот на этом месте четвертый день да я приехал сюда 28 января в свой день рождения я родился 28 января я приехал сюда вечером да очень весело я его провожу вот давайте на себя веду камеру я здесь нахожусь с вечера 28 января 28 января я еще работал с 15 января я уже не могу пересечь границу с сша я не могу вернуться так как после каждой поездки после каждого трипа они обязывают тебя сидеть в двухнедельном карантине богдан насчет двух недель кто должен сидеть кто привился или кто не привился или без разницы нет естественно те кто не привились должны сидеть в карантине то есть ты один раз съездил пересек границу я не ездил далеко я ездил то есть в один день в одну сторону где-нибудь нью-йорк и джерси там пенсильвания connecticut и так далее то есть в одну сторону один день и в другую сторону на следующий день поэтому после такого короткого трипа сидеть две недели но это принципе это запрет на на работу поэтому с 15 числа я уже не могу пересекать границу и я с 15 числа две недели я работал по канаде а вот такой вопрос когда вы забираете груз вы едете обратно там ну какой штат разгрузиться какая разница вы вообще имеете какой-то контакт с другими людьми которые там работают или в принципе это все можно делать бесконтактно это это практически бесконтактно то есть это очень хороший стас вопрос зачем нас ограничивать если кто-то хочет пожалуйста он кто-то хочет привиться ради бога пожалуйста но если кто-то не хочет непонятно для чего это делать потому что мы находимся мы изолированы и так если бы я работал где-то в банке в магазине там с каком-то скоплении людей ну еще как-то можно понять но человек в траке он сидит один у меня нулевой контакт с людьми нулевой мы уже давно все приспособились что даже когда вот примеру я привожу груз оставляется бумаги сзади трейлера груз разгружается бумаги подписываются я даже с людьми могу не встречаться это интересно потому что например в россии заставили прививаться только определенным категориям индустрии потому что вот в этих индустриях люди которые в офисе например работают люди которые имеют какие-то разные контакты с клиентами их заставили прививаться я например привился спутником как бы я сам пошел по своей воле потому что у меня например бабушка переболела этим моя моя бывшая бывшая с тринадцатого года в канаде тоже переболела и у нее довольно такие сложные последствия как у моей бабушки тоже но я я в принципе привился хотя у меня контакты в принципе минимальные но я понимаю с другой стороны конечно люди которые вообще не имеют никакие контакты я понимаю что я понимаю почему против этого в канаде поднялся такой протест потому что вас канаде вот у нас россии не было таких ограничений так долго как у вас я вот вот почему я вас понимаю так что у нас а я я перевернул чтоб не только мое лицо видели думаю так интереснее до людей здесь задолбали такие ограничения которые сделали в канаде это ну наверное одни из самых правда можно сказать самые как бы жестокие ограничения этого австралии я призываю всех разузнать что там происходит это вообще ужас тихий но канада недалеко не сильно далеко отстает у нас и комендантские часы это уже не первый год к примеру вот на новый год они перед буквально за несколько дней до нового года они опять били комендантский час у нас провинции квебек по крайней мере они сказали что никаких мероприятий то есть они просто уничтожают все весь бизнес вот у меня есть знакомый у которого ресторан как банкетный зал и люди заранее проплатили для того чтобы встретить новый год ему пришлось вернуть деньги он купил продукты они то есть ну это это не идет никак на пользу никому причем при всем при этом например в кинотеатре они сказали пожалуйста в общем то можете ходить в дневное время то есть днем пожалуйста можете вечером ты не можешь то есть ощущение у всех людей здесь что каждый день когда они просыпаются они начинают думать а как бы нам еще поиздеваться поэтому народ это все достало вот они не видят никаких результатов ты сказал про то чем ты привился ты знаешь может быть если бы здесь был спутник я был бы более спокоен хотя честно скажу я бы все равно бы подумал но то чем здесь нас колят я однозначно то есть в моем представлении это это как автоназии да не сразу ты отдашь коньки но тем не менее я не хочу я сказал 17-18 лет я не болел если бы они хотели заботиться о здоровье населения лучше бы они пропагандировали закаливание вот это как говорится чем я занимаюсь я не болею вот поэтому траки тракеры приехали мы стоим протест абсолютно мирный у себя на канале я уже очень много раз это показывал освещал говорил кто интересуется зайдите посмотрите но я здесь в двух словах еще перескажу что вы посмотрите вот час прошли люди они машут здесь чистота здесь чистота здесь ходят подбирают бумажки с асфальта то есть никаких сожженных покрышках тут речи не идет никто не разбил ни одного стекла никто ничего не сотворил люди сюда приехали мирно протестовать и при всем при этом вот сегодня у меня канадское телевидение брало интервью я сказал обратите внимание что город даже хоть и заполонили траки но город не заблокирован я сам когда сюда ехал я точно не знал как здесь все будет я думал все эти улицы плотно плотно будут заставлены траками никто не сможет вообще передвигаться я увидел другую картину я увидел картину что вместе с как сказать с коллаборацией спать при поддержке при руководстве полиции все было организовано так что город не стоит если вдруг не дай бог кому-то нужно будет скоро скоро доедет в любое место любые службы там пожарные все сейчас извините я перебью просто службы спецслужбы то доедут это понятно но это наверняка как-то ухудшает поток или усложняет проезд обычному человеку как-то ухудшает ну извините максимум того что можно сделать данной ситуации я считаю сделано знаешь почему моя теория почему протесты пока еще мирные или еще будут мирные это потому что другая страна не раздает никакие печенюшки в центре ну ты понимаешь на что я намекаю ведь все таки если бы такое творилось любой другой стране канада пример трудо который сбежал правильно куда-то он в секретном месте то трудо давно бы вышел и сказал а почему бы правителю этой страны не уйти в отставку потому что как бы так нельзя поступать со своими гражданами но в канаде это не происходит и штаты вроде бы ничего не вякают насчет свободы человек что-то ничего не вякают по поводу свободы человека потому что канада находится на их заднем дворе или на заднем или на переднем дворе это рядом здесь кстати от меня посольство сша ну минут десять неспешным шагом но я уверяю вас никакая нуланд как это было на украине или кто там у них сейчас никто сюда не приедет потому что она им не надо здесь не проспонсирован америкой этот протест это чисто канадская гражданская инициатива и меня удивляет что люди встали и это сделали не меня удивляет потому что ты жил в канаде и ты знаешь что это десятилетиями народ который их приучали быть абсолютно толерантными законопослушными они вообще вопросов никаких не задают к примеру в америке вот если были выборы там хотя бы кричали о том что они были украдены в мире в канаде недавно были выборы я ходил в первый раз я ходил на на эти выборы это все было галочки ты ставишь карандашиком никаких наблюдателей нет галочки карандашиком да я помню я голосовал же в онтарио я помню заходишь в школу там ничего никого ничего прозрачного нет маленькие такие коробочки как из под я не знаю из под киев си только там ничего не написано и так ибо ну такого размера берешь туда закидываешь и все ушел как бы ничего не это очень мне показалось странным россии у нас стоят огромные будки камеры везде напичканы облюдатели полиция как все это прозрачно ты берешь ты закидываешь но сейчас тут напишет что это все все равно подделывается потому что это двойные стандарты кто-то в россии говорит что у вас никому демократичная страна да у вас демократии там просто выше крыши по сравнению с западом вся эта демократия была придумана как раз для вас и вот эти сказки для вас а здесь карандашиками поотмечали канадцы утром проснулись им сказали что победил труду все никто даже не никто даже слова не сказал я со всеми с кем я разговаривал никто не голосовал за него но канаде даже не так как в америке даже никто и не говорил о том что может быть украли ну да ну чтобы ради объективности как бы это может быть просто твои друзья также как я могу сказать и мои друзья я знаю что они не голосовали за труду по крайней мере с теми с которыми разговаривал но к это не значит что остальная канада не проголосовала я просто что ради объективности хочу сказать насчет прививок вот честно в россии я сейчас волнуюсь только про россию понятно почему я доверяю гамалеи спутнику вот потому что у нас россии ну логично если подумать у нас дают мат капитал нас дают разные льготы у нас пытается пытаются как можно когда есть возможность ухаживать за людьми вот и у нас проблема еще с демографией потому что у нас были беды нашей истории который из-за которых я не буду просто эти слова говорить просто ушло очень много людей из-за этого у нас дырки реально если посмотреть на эту пирамиду население так что у нас наоборот у нас кстати довольно таки много людей к сожалению ушли на тот свет из-за вот этой пандемии потому что правительство ограничений никаких в начале у нас были довольно таки большие ограничения и границу закрыли с китаем и так далее температуру проверяли и все такое мы где-то три-четыре месяца сидели по моему три-четыре или пять после этого в принципе таких огромных ограничений не было вообще в новой в отдельных регионах люди ну не совсем так вот слушались например как канадцы ну из-за этого произошла вот большая проблема я не поддерживаю идею что прививки это эвтаназия но я про россию говорю про канаду ничего сказать не могу я канадским и американским производителем потому что это крупный бизнес я им вообще не доверяю есть одна огромная причина это например как забыл как это семью зовут они как раз разработали таблетку от боли которая который никак не привыкнешь и они все это рекламировали что к ней никогда не привыкнешь именно из-за этой семьи из-за этой таблетки в америке и в канаде куча разных наркоманов на улице и 18-летний 20-летний там 40-летний какая разница которым доктора выписывали таблетки как обезболивающие они оказались на улице и эта семья забыл с сендлер или страйкер я не помню как зовут они их никто это за решетку не посадил они на свободе хотя они по факту из-за их действий угробили очень очень много жизни так что американской фармакологии я вообще не доверяю но наши из-за того что у нас существуют такие определенные проблемы я им доверяю и вот из-за этого я сделал вакцинацию прививку но давай давай вернемся как раз вот канаде смотри правительство хоть что-то сделала были какие-то переговоры с протестующими или они просто молчат мне неизвестно никаких переговорах с протестующими тут кстати я скажу из-за того что здесь нет какого-то организатора конкретно какой-то группы лиц там пару там десятка лиц поэтому я не знаю извини я перебью уже есть себе си сказали что путин за этим стоит и русские понятно но если серьезно непонятно с кем им вести переговоры потому что мы все в едином праве пришли приехали но здесь никто ничего не координирует люди сами по себе стоят общаются протестуют судя по флагам которые здесь вот все носят они посылают куда подальше трудо они говорят пишут на этих плакатах что трудо должен уйти они пишут что им нужна свобода конец всех мандатов ограничений они против этих квадратных рисунков они против всего того что во что они уже не верят то что они они мы мы говорим о том что мы против того что будет развалена страна потому что те вещи которые смотри четыре пятых всех грузоперевозок в америке и в сша производится канадцами вернее этими тракерами грузоперевозка между сша и канадой практически полностью наверное там на 96 может 8 практически полностью с прочти пол сто процентов на на плечах канадцев канадских тракеров это влияет на две страны и я например могу сказать что чисто логически если подумать логически они не должны вредить экономикам но они это делают ты говоришь о том что чисто логически ты доверяешь гамалеи только из-за того что в россии из-за воин очень много проблем с населением ну не только логически если логически думать то да с тобой нужно согласиться а если думать о том что то что происходит по всему миру это план глобалистов по созданию нового мирового порядка я не один раз уже говорил хорошо я скажу и на твоем канале каждый человек может зайти в google написать на русском языке кто хочет напишите на английском написать на русском языке скрижали джорджия на английском это джорджио гайдстон а я знаю об этом что этот монумент штате джорджия был установлен еще в 1980 году 42 года назад на про по моему всех языках мира в ему и на русском в том числе вы можете увидеть что высечено в камне это наподобие заповедей библейских а первый пункт в камне высечено население планеты не должно превышать полумиллиарда человек поэтому я со всем уважением к гамалеи я не верю в том что если глобалисты поставили перед собой такую цель что в россии как бы на россию не не обратят внимание я в это не нет не то что обратят не обратят россия как как всегда будет против коллективного мира каким-то каким-нибудь как-нибудь сражаться это что мы раньше делали это что мы не потому судя по тому что говорят врачи врачи западные то что говорят врачи в россии в других там на украине нормальные врачи люди говорят о том что невозможно создать нормальную вакцину за такое короткое время я ну подожди 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 сейчас мы будем уходить в теорию заговора я вот уже я читал тоже документы именно насчет спутника и на чем он базируется и тут тот факт то что он базируется на прививки на вакции прививки до который уже лет десять вот это во первых во вторых а мы с тобой не врачи мы не иммунологи не вакцинологи поэтому тот кто хочет разобраться давай мы сейчас не будем ну не будем просто говорить просто комментарий такой мы мы не специалисты вот чем проблема то что в интернете понимаешь я тоже раньше и там этого олег джонса смотрел я знаю пройти камни вот и все такое в интернете куча разной информации иногда порой даже не нужна информация когда люди которые не являются вообще экспертами начинают нести всякую разную и писать всякую разную чушь вот у меня есть у моего друга с детства мать вот буквально недавно она начиталась все этой я вырежу это полный вот и у поехал крышак и теперь она бедная и увезли вот она теперь в психушке из-за того что начиталась всякого дерьма которое она нашла в интернете у меня у него реально крыша поехала у меня был такой интересный момент когда мне было 23 или 22 когда в торонто еще жил вот и когда я слушал это ежедневно я понимал что ежедневно мое ментальное состояние ухудшается потому что я ухожу вот я постоянно об этом думаю и правительство твое правительство это потому что я читаю всю эту хрень и смотрю всю эту хрень а потом когда я из этого вышел и более или менее начал это воспринимать как теорию заговора понятно что я и то и другое могу прочитать но опять же у нас мире есть эксперты которые занимаются этим делом по сути дела если просто думать что вот весь мир там глобалисты или все такое против нас возвели какую-то войну в принципе если уж так думать то тогда и сражаться в принципе нечем но я в эту теорию давно уже не верю вот по своим собственным причинам и то что я знаю пережили мои родственники которые заболели этой хренью и мои друзья и мои знакомые в россии то я сто процентов и то есть я никогда я не такой человек который первый прыгает в холодную воду или я захожу потихоньку я аккуратно и я подождал я ждал и я теперь понимаю что по крайней мере в нашей стране эта прививка просто нужна потому что у нас довольно-таки очень много людей пострадали от этого меня в семье переболели все у меня переболели трое моих детей один из них вакцинированный я кстати был в шоке но он вакцинировался трое моих детей моя бывшая жена нынешняя переболела на украине переболела моя а кстати если еще здесь дочь моей нынешней жены переболела теперь пойдем родственники которые живут на украине моя 92-летняя бабушка переболела и выздоровела дядя 76 лет тетя 56 лет ее сын там мой двоюродный брат сколько ему 29 его жена который уже 29 их дочь ну там трудно сказать и четыре месяца но судя по всему наверно тоже теперь болеет моя мама мой отчим которому сделали вот на пару недель назад операцию рак вырезали часть желудка основную часть желудка двенадцатиперстные кишки это же заболел я знаю я знаю что люди болеют но пока слава богу из-за того что мы эти все люди лечат их лечат действительно это это например обходится дорого но их лечат поэтому хотя у меня в семье тоже разное мнение те которые переболели они говорят что потом они пойдут и сделают прививку я не знаю кто хочет пусть идет но не хочет я против того чтобы фашистским способом тебя заставляли я не хочу чтобы мне говорили либо ты идешь делаешь либо ты не будешь работать я считаю это неправильно и вы можете называть это как хотите конспирология знаешь стас это слово было придумано как все для того чтобы очернить ну вот но на самом деле нельзя на все эти вещи как я сказал на скрыжали джорджи не обращать внимание извините я считаю это нельзя потому что то что то что они делают это в принципе это фашизм это ничем не отличается от того что в тридцатые годы разрасталась в германии а здесь у нас теперь это делают во всех странах поэтому здесь стоят дальнобойщики для того чтобы сказать нет нет просто есть намного ли можно это и этого добиться результата можно намного легче и не делать и не проходить через все то чего вот мы два года через чего мы проходили то есть если по сути дело если верить вот в эти камни вот на словно вот вот они там есть именно вот это вот хотят сделать то этому можно добиться без вот этого всего без цирка который устроили и в канаде и в австралии а ну давай давай как как легко не обязательно кого-то прививать вон воду то можно что-нибудь добавлять легко и просто может мы с рождения сейчас подожди 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 просто мы сейчас уходим интересная тема но опять же сразу вот с рождения нам делают кучу прививок например я не смог я не мог отдать например свою дочь детский садик без разных прививок по факту в истории прививки они помогли избавить нас от много разных болезней я понимаю что такие вещи как опять не буду их называть именами они мутируют что против них сложнее бороться согласен но опять же есть куча разных подтверждений также как и полиэмилит правильно где человечество через науку смогли уничтожить то чего хотела уничтожить их мы мы этого добились по некоторым по некоторым болезням болезни мы по моих победили извини меня я сейчас устал просто как и ты только ты похуже потому что там в траке живешь четвертый день но смотри здесь это я здесь четвертый день а до этого я работал ну до этого ты работал давай вот эту тему оставим и вернемся обратно к протестам и у меня вот такой вопрос труда куда-то сбежал правильно да есть какая-то идея куда зачем почему какое мнение вот именно циркулируем куда зачем куда я не могу тебе сказать это большой большой секрет сообщили о том что да он уехал я не знаю кстати где у него тут резиденция в оттаве но где-то же есть отсюда он уехал куда он поехал никто не знает это держится строжайшем секрете кто-то говорил что он уехал из страны нет это не так он где-то здесь зачем сказал в целях безопасности своей личной безопасности он уехал то есть то что его уже несколько дней нет вот к примеру давайте вспомним украину что помните что американцы там сказали если янукович отсутствует на своем рабочем месте значит он сложил себя полномочия президента здесь что-то такого никто не говорит я вас уверяю никто и не скажу ну потому что не выгодно потому потому что есть двойные стандарты потому что вы это вы а здесь это уже припекает рядом поэтому где он непонятно я сейчас вот до нашего с тобой разговора я смотрел часть я я не стал слушать дальше с меня хватило я смотрел часть того что она сейчас там записал обвинил всех нас что мы не хорошие ребята он сказал знаете вот человек такой вот наглой мордой врет и говорит о том что основная масса канадцев поддерживает и что здесь какое-то меньшинство не поддерживает самое интересное чат 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 просто летит под под его вот этим вот спичем и там все его посылают совести у человека нет никакой поэтому я не знаю если бы опять таки это была украина тут уже бы сказали что все надо избирать нового президента или в нашем случае премьер-министра чем это все закончится я не знаю народ действительно мир находили давайте я переведу еще в другую сторону тут сейчас полицейские проходят лучше какая-то движуха есть хотя сейчас понедельник час людей гораздо меньше чем это было вчера гораздо меньше чем это было в субботу а сколько люди сколько люди готовы вообще сидеть там две недели три недели не знаешь из-за из-за того что протест мирный естественно нас гораздо сложнее нам гораздо сложнее чего-то добиться то есть если бы тут уже ворвались в парламент понятное дело уже было бы им припекал а так пока трудой сидит у себя где-то комфортно говорит о том что ни о какой отставке речи быть не может никак ни в чем не бывало говорит призывает тех кто устал здесь стоять чтобы они тракеры вернулись к своим братьям канадцам и так далее вот ну сколько мы будем стоять на я вот морально пока готов стоять неделю вот но в принципе если что я буду стоять и больше я не знаю сколько до нашего с тобой интервью ко мне уже у меня у меня вопрос всегда был такой а что мы будем делать когда закончится солярка потому что еда в принципе да нормально тут люди приносят не проблема ну и купить можно и чтобы будем делать когда закончится солярка и вот буквально до нашего с тобой интервью за несколько минут мне тут постучали и спросили как у меня с соляркой обстоят дела то есть сами совершенно свежая информация собираются этот вопрос тоже как-то решать я сказал что благодаря тому что у меня есть автономная система отопления которая в общем то на данной температуре которая сейчас на улице она вроде вроде более-менее спасает нормально когда я здесь стоял 28 и 29 числа здесь было где-то 22-25 градусов мороза мне приходилось включать двигатель потому что но это очень холодно ну да очень холодно тут это что не квартира тут железная кабина одно стекло не стекло пакеты поэтому теплоизоляция любого автомобиля но тут объяснять не надо машина от грузовика не сильно отличается поэтому приходилось включая двигатель гораздо чаще вот люди которые вот там сейчас стоят они сигналят пипикают кто знает как работает сигнал в грузовике вы должны понимать что для того чтобы создавать этот звук у тебя должен работать двигатель не менее не всегда но поясню это все идет через это воздушная система это как труба как труба вот когда музыкант в нее дует вот идет звук тут тоже это воздухом поэтому надо включать если он стоит часы сигналит бесконечно значит у него работает двигатель ну а расход понятно какой поэтому как долго будут стоять я не мессинг я не ванга будем стоять но люди однозначно понимают что стоять надо до конца до последнего люди настроены стоять до тех пор пока это все не будет отменено это единственная наш шанс единственная возможности другого такого шанса я думаю уже не будет если мы не добьемся то все то все возьмите подумайте как долго как я сказал я здесь стою уже четыре дня но здесь есть люди которые приехали из ванкувера они неделю только сюда ехали тот момент когда я еще ни в чем не участвовал они уже ехали вы думаете они приехали сюда на 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 неделю нет я думаю что они будут здесь стоять долго тем более что смотрите люди которые здесь ходят они они с надеждой на нас смотрят они подходят они разговаривать пытаются они спрашивают что вам нужно что все ли у вас есть нужно ли воды нужно ли еды и они спрашивают ребята как долго вы будете стоять и когда я говорю что новую неделю-две они плачут они плачут она они кланяются и они говорят спасибо поэтому стас мы пора дамы можем относиться с тобой к этому вопросу я я не хочу спорить это твой канал я не хочу спорить вот я проявляю глубокое уважение к тебе к твоей позиции у тебя свое мнение у меня свое мнение у подписчиков третье мнение все пожалуйста дорогие зрители пишите в комментариях что вы чего вы думаете насчет вообще всего того чего мы обсуждали с богданом богдан у тебя есть что-то еще в самом конце который бы ты хотел добавить насчет того что происходит в канаде или может быть то что не связано с этим пожалуйста как знаешь моих во всех моих переговоров разговорах есть такой момент где начинается что могу сказать могу сказать сейчас вот вот что средства массовой информации газеты телевидение радио они не замечают то что происходит я сегодня на на английском давал интервью нормальному адекватному журналисту и буквально во время интервью так как сзади меня стоит другой трак он гудел журналист остановил подошел поговорить попросить чтобы тот пока таки меньше шума чтоб не мешал тот момент когда этот отошел ко мне подошли другие журналисты спросили могу ли я им дать интервью как только вернулся этот я вам скажу что мне наверно повезло что он мне попался мы выяснили журналисты это какой телекомпания он их пинками матом он прогнал он сказал что это такие вот как трамп говорил фэйк-ньюс вот смотрите они же обвиняют как ты сказал они обвиняют россию путина в том что это все было создано начинают они начинают он сказал ты русский сейчас вы все уже бы ты был бы тут звездой все этот этот петров баширов и богдан все ну ты сказал что ты ты с украины и тогда бы они не смогли плохого написать ну что ж ты не сыграл да слушай это хорошая идея кстати да я с украины да кстати но у меня не поворачивается да я с украины и у меня где-то огромная часть украинской крови хотя не стопроцентны а вот но я перестал говорить что с украины вот я я те я везде отвечаю что и русский когда спрашивают где родился в ссср а это довольно часто спрашивают на границе поэтому да я вот сказал он сказал что будь осторожен единственная телекомпания он сказал которой можно доверять это торонто сан это мы ждем ждем торонто сан бабушка машет ждем торонто сан ну давай тогда все вот утром в 6 утра я когда проснулся вот тут рядом передо мной где ты не захотел смотреть на эту полицейскую машину стояла стоял микроавтобус себе с news а вот ты знаешь я порадовался думал о наверное через четыре дня протестов это я 4 а тут некоторые люди до раза дольше стоят может там уже 5-6 дней думал о решили таки все таки что-то показать но я не видел чтобы они что-то снимали они потом в течение дня еще проезжали никто ничего не снимал но даже если кто-то что-то и снимает они преподнесут это под своим соусом они предпочитают здесь сейчас мы можем довольно таки долго разговаривать но у меня время сегодня ограниченное смотри приятно было с тобой опять поговорить даже если у нас категорически другие разные мнения насчет некоторых вещей все равно ты взял интервью у меня своей деятельностью принести пользу россии беспокоиться о своей семье поэтому дело что могу освещаю рассказываю показываю даст бог будет время этим заниматься и дальше ну смотри давай как говорят не болей спасибо что уделил время дамы и господа ждем вас комментариях я думаю комментарии просто взорвутся я думаю спорить будет будут люди пожалуйста культурно пожалуйста вот богдан еще раз спасибо огромное твой канал будет в описании хочу конечно сказать одно что я понимаю что ты хочешь помочь это великолепно это прекрасно самое главное вот есть вот это желание помочь но иногда человек владеет такой информации который в конце не помогает хотя человек хочет помочь но я сейчас это говорю конкретно про нашу страну про россию про про мою страну где я сейчас живу то что у вас творится в канаде это уже конечно не мои проблемы это уже твои проблемы и твои задачи на которых должен найти определенное решение но все равно опять же ссылочка будет в описании зайдите посмотрите если нравится поставите лайки и так далее богдан еще раз спасибо огромное вот надеюсь что все будет нормально со всеми да хорошо спасибо